Привет, YouTube! Вы смотрите канал Regular Unboxing, и в этом видео я буду распаковывать свой новенький смартфон Redmi Note 10 Pro, который я заказывал на AliExpress, но с AliExpress он ко мне еще не доехал, и поэтому я купил его в магазине Allo. Купил его неделю назад, и целую неделю не мог снять распаковку, потому что я немножко приболел, у меня не было голоса. Но тем не менее, с учетом того, что этот смарт у меня лежит на полке целую неделю, то мой опыт использования этого смартфона уже намного лучше, чем у многих контент-мейкеров, которые сняли опыт использования этого смартфона, да. Кто понял, тот понял. Redmi Note 10 Pro это на самом деле очень популярный смартфон, на AliExpress за первые 59 секунд распродажи было продано 10 тысяч смартфонов серии Redmi Note 10, а за 2 дня, за все время было продано 120 тысяч этих смартфонов. Ну и давайте, наконец-то, перейдем к распаковке, знакомству и первым впечатлением об этом чудесном аппарате. Момент истины, скажем так, да? Ужас. В комплекте есть скрепка, она нам пригодится. В комплекте есть инструкция, она нам не пригодится. В комплекте также есть силиконовый чехол с такой матовой поверхностью. Очень, кстати, симпатично выглядит, в отличие от полностью прозрачных. Чехол лучше стал, скажем так. Самое интересное. Достаем смартфон. Откладываем его в сторонку, потому что, ну, все мы знаем, что там за смартфон, а что же еще есть в комплекте. В комплекте еще есть зарядное устройство мощностью 33 Вт. С помощью него можно будет очень быстро... Почему бумажка не снимается? Ай, ай, не подставляй мне бумажка. Значит, с помощью этого устройства можно будет очень быстро заряжать смартфон и специальный USB-C кабель. С такими вот оранжевыми коннекторами. Момент истины практически. Щелк. Щелк. И, конечно же, отрываем эту чудесную наклейку. Идеально. Все, чтобы не потерять. Остаются следы клея, как вы видите. Нужно взять какую-нибудь красивую тряпочку и протереть смартфон, чтобы насладиться этим премиальным дизайном. Кстати, по поводу премиального дизайна я не шучу, потому что, ну, смарт реально выглядит просто бомбически. После Poco X3 с пластиковой хрустящей крышкой... Вау! Я сейчас хочу немножко насладиться с эстетической точки зрения дизайном этого смарта. Вы только посмотрите, как он переливается от софтбокса и лампы. Вот это люстра моя, это софтбокс. А где-то там еще LED-RING есть, да. Основная камера на 108 мегапикселей. Дополнительная ультра широкоугольная камера на 8 мегапикселей. Макрокамера на 5 мегапикселей. Это телемакрокамера. И датчик глубины на 2 мегапикселя. Что интересно, насколько я понял, сзади находится, судя по анонсам, датчик освещенности. И спереди тоже есть датчик освещения. И производителям заявлено, что смартфон может корректировать яркость экрана за счет 360-градусного датчика. Задняя крышка стеклянная. Больше, конечно, похожа на пластик, но заявлено, что стекло. Но выглядит оно не как пластик, это точно. Что мне очень понравилось, это второе, что я заметил, это кнопка включения сканера отпечатка. Посмотрите, оно не выглядит даже как сканер. Просто очень красиво смотрится. Она такая матовая и премиальная. Слушайте, ну и даже не верится, что это смартфон за 220-230 долларов. Это что-то с чем-то. А что мне не нравится, это то, что аудиоразъем находится на верхней части. Это, конечно, минус. Мне больше привычнее, когда снизу находится аудиоразъем. На нижней части находится динамик, микрофон и разъем USB-C для зарядки и передачи данных. На верхней грани находится разъем для наушников, еще один динамик, датчик инфракрасный, еще один микрофон. Видимо, для камеры, для работы шумоподавления. На левой грани находится только слот для карт памяти и, значит, симок. О, класс! Тут слот у нас на две сим-карты и карту памяти. Это очень классно. То есть тут не комбинированный слот, это очень круто. Ну а на правой грани находится регулировка громкости и кнопка включения и сканер отпечатка, который тоже чуть-чуть выпирает из корпуса, но вообще не критично. Ну и давайте, наверное, включать это чудо и уже будем знакомиться с его интерфейсом и этим чудесным, как говорят, AMOLED-экраном. Я, честно вам скажу, AMOLED-экраны не люблю, но мы сейчас проверим, насколько сильно будет мерцать этот экранчик и все такое прочее. Так как этот смартфон является преемником Poco X3, его, в принципе, можно так назвать, то я буду периодически его и сравнивать с Poco X3. В Poco X3 был такой интересный момент, что когда пользователи придавливали где-то немножко во время игр еще чего-то возле камеры экрана, матрица, то шли такие круги. Вот сейчас я... Ой, TalkBack включился так... Все-все-все-все-все-все, я пошутил MIUI, больше не надо этого делать. Значит, вот, когда мы придавливали пальцами возле камеры, там были круги, здесь такого нет. Конечно, может быть, если придавить сильнее, то круг пойдет один большой красивый, но, в принципе, все нормально в этом плане. Под определенным углом, вот, можете увидеть, у камеры есть такой тонкий серебристый ореол. Вот, он, может быть, это как отражение какое-то идет, но вот сейчас он тут очень хорошо даже проявляется. Вот, 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 вот. И магия. Магия, на самом деле магия. Так, идет загрузочка приложений в фоне, чуть-чуть пока подтормаживает наш экранчик, потому что идет загрузка приложений, в принципе, это неудивительно, что телефон немножко тормозит, потому что при первых настройках всегда возникают одинаковые однотипные проблемы. Телефон периодически начинает подвисать, пока что-то грузит, потому что идет большая нагрузка на память, идет запись, идет чтение, уже даже доступно какое-то обновление системы. У меня вот из коробочки было 12.1, 12.01, а сейчас уже аж 12.06. Ух, как много обновлений прилетело, целых 292 мегабайт. Давайте загрузим обновление, пусть пока и обновление качается, и все, что угодно качается. Давайте, наверное, познакомимся со шторкой, что у нас здесь есть в шторке быстрого доступа. Стандартный интернет, Wi-Fi, фонарик. Фонарик, как у нас, кстати, работает? Ну, фонарик тут слабенький, честно вам скажу. То есть, обычно фонарики, они чуть мощнее. Ну, здесь такой фонарик. Есть регулировка яркости фонарики? Походу, дела нет. Я сказал, что фонарик слабенький, но у меня теперь в глазу есть пятнышко, потому что я на него посмотрел. Ладно, режим безвуха, снимок экрана, блютуз. Давайте выключим автояркость и выкрутим на максимум яркость. Вау, он прямо выжигает глаза на максимальной яркости. Вот, допустим, для сравнения Galaxy Note 9. И вот максимальная яркость на нем. Прям максимум самый. Ну, конечно, Redmi Note 10 Pro намного ярче. Тут яркость пиковая, просто бомбическая. На улице, наверное, будет солнечный день. Просто восхитительно пользоваться этим аппаратом. Это огромный плюс. Дальше у нас тут идет режим чтения. Скорее всего, в режиме чтения экран станет желтеньким. Ну, не критично, а такое достаточно приятно. Есть темный режим, темная тема. А с AMOLED-экраном это очень круто экономит заряд батареи на самом деле. Но мне нравится светленький. Будем пользоваться так. Не будем экономить батарею. Режим трансляции, режим записи экрана. Бум-бум-бум-бум. Что еще есть? NFC, конечно же. Ну, и сортировка наших иконок. Еще есть дополнительный Mi Pult. Ночной режим и концентрация внимания. Даже с учетом того, что что-то качается, что-то обновляется, смартфон работает очень бодренько, очень быстренько. Целая куча предустановленных приложений от Google. О, давайте посмотрим камеры. Тут камера на 108 Мп. И посмотрим, как же она быстро фотографирует. И быстро ли она фотографирует. Вот, 108 Мп. Включаем и делаем щелк, щелк, щелк. О. Ну, то есть, секунда где-то между кадрами у нас, конечно, идет. Вот эти снимки. То, что я нащелкал. Но достаточно быстро. Конечно, фото часть мы будем подробнее разбирать уже в обзоре полноценном. Но сейчас давайте, по крайней мере, посмотрим, что здесь есть за режимы, что есть за настройки. 9 к 16 выберем. Режим кадра. Бум-бум-бум. Что еще здесь? Супер макро есть. Супер макро. Насколько хорошо фокусируется. Ну, вот, допустим, возьмем мы сейчас флешку. Да? И на флешке мы попробуем изучить серийный номер. Ух ты! Ну, вот. Зацените, насколько вот этот серийный номер на флешке. Вот он так отображается на камере. Ну, слушайте, макрокамера тут годная. А даже качество печати на коробке с помощью макрокамеры уже можно рассмотреть. Зацените. Вот, допустим, супер макро режим. И вот качество печати такое у нас на коробке. Таким образом отпечатан у нас смартфон. Да? Очень интересно. Режим HDR. Есть режим искусственного интеллекта. А и улучшения в настройке. Давайте перейдем. Посмотрим. Можно включить водяной знак по умолчанию. Он выключен. Замечательно. Подсказки в реальном времени. Смарт-предложение. Это, видимо, умные, вот эти вот умные настройки камеры, которые определяют, что мы фотографируем. Например, вот супер макро. К примеру, да? Супер макро мы выключим. Вот, допустим, я хочу сфотографировать коробочку. Что, будут какие-то предложения или нет? Ну, вот сейчас вот. Что-то я близко хочу сфоткать. Никаких предложений нет. Вот у меня есть искусственный цветочек. И, видите, он переключился в режим сейчас, типа, листик нарисован. Кактус какой-то, листик мигает. Что бы еще такого сделать? Давайте сфотографируем, например, текст. Да? Он должен будет, по идее, автоматом переключиться в режим сейчас текста. Ну, настройки. Вот он переключается в режим текста. Не знаю точно, сколько там настроек камеры. Ну, вот этих умных. Но их, по-моему, масса на самом деле. Так, улучшить качество изображения. Можно выбрать качество фото. Высокое, нормальное, низкое. Функция кнопок громкости. Можно сделать снимок, приближение, таймер, громкость. Значит, долгое нажатие кнопки съемки мы записываем видео. Можно изменить на серийную съемку, либо фокусировку. Так, настройки основной камеры у нас что? У нас здесь цвета есть. Можно настроить. Это мы настраиваем приложение. Цвета приложения камеры симпатично. Давайте выберем такой синенький, голубенький. Так, что еще здесь есть? Устранение мерцания 50-60 Гц авто. Сброс настроек. В принципе, все. Переходим в режим видео. Посмотрим, что у нас здесь есть по съемкам видео. Это Full HD до 60 кадров в секунду. И 4К только 30 кадров в секунду. У нас есть режим. Значит, можно выбрать видеокодер. Либо H264, либо H265. В случае с H265 видеофайлы будут весить значительно ниже. Но не на всех устройствах они впоследствии будут читаться. На некоторых телевизорах могут потом не читаться, если вы будете делать экспорт без переконвертации. То есть, есть такие вот моменты. Так, режим Profi есть. Работает как для фото, так и для видео. Можно снимать видео, снимать фото. Можно настроить баланс белого. Значит, либо пресеты, либо какой-то конкретный баланс с шагом. По ходу дела 200 единиц. То есть, допустим, 6000 выберем. Давайте выберем 5800. Как у нас сейчас. Фокус авто, либо ручной. Потом выдержка. ISO. Можно светочувствительность изменить. И выбрать, собственно, можно на какую камеру мы снимаем. На макро, на ультраширокую, либо на широкую. Кстати, вот на ультраширокую, обратите внимание, немножко другая цветопередача кажется. Да, вот смотрите, такая вся желтенькая. Причем баланс белого у нас выставлен какой-то конкретный. То есть, вот немножко есть какое-то отличие между ультрашириком и шириком. Ну, в принципе, это достаточно распространенная ситуация. Есть цветовые фильтры, целая куча. Любовь, фильм, небо, детство, реализм, киберпанк. Ну, куда же без киберпанка в 2021 году, да. По-моему, этот был режим уже достаточно давно. Но не суть. Давайте выставим какую-нибудь классику без изменений. Так, тут у нас есть в настройках RAW. Смартфон может фотографировать RAW, но мало кто обрабатывает фотографии после смартфона. Есть режим сетки. Несколько, я так понимаю, вариантов сетки есть. Как это называется? Золотое сечение. Такое-такое. Можно вообще выключить сетку. Что еще есть? Выделение области. Что значит выделение области? А, смотрите, контур, оно прямо подсвечивает. Видите? То есть, видно, да, по идее, то, что сейчас светится вот флешка по контуру, коробка по контуру. Ну, интересно. Так, значит, что у нас здесь еще есть? Зебра еще есть, да. Я так понимаю, что она будет сильно темные участки показывать, да, и сильно светлые участки. Вот оно сейчас показывает. Ну, в принципе, как мне кажется, достаточно продвинутый режим. И уже можно даже пользоваться стандартным приложением камеры и не особо заморачиваться со всякими там Google камерами и прочим. И вот здесь есть у нас режим замедления, это тоже таймлапс есть, двойное видео. То есть, о, я сейчас вам покажу себя, да? О, вот он я, вот он я, мой шкаф с целой кучей мусора, моя камера, которая снимает это все дело. А есть режимы, допустим, двойного видео. Я могу, вот, я могу сделать, допустим, видео поменьше с собой. А, что у меня лицо такое растянутое? Что-то как-то вверх оно сильно такое здоровое кажется. Ну, ладно, не буду вас пугать и двойное видео я пока выключу. Подробнее с камерой мы поговорим попозже. А теперь, что самое интересное, я давно хотел посмотреть, как работает у нас микрофон. Первое впечатление о микрофоне этого смартфона. И сейчас я совершу звонок. Так, звук пошел. Оно сейчас будет, это, конечно, глупо смотреться, но я вам передам свои впечатления. Так, значит, сейчас я говорю этот телефон. Он и, в принципе, звук очень хороший по этому самому, по громкости. То есть, если выкрутить на минимум, то на действительно минимум, в отличие от Poco X3. То есть, достаточно хорошо передается звук. Так, что у нас здесь есть? Удерживать динамик, можно включить громкую связь. Давайте посмотрим, как будет работать громкость связь. В принципе, нормально. А если сделать погромче? Ну, уже даже идет эхо. У меня микрофон, и получается, идет от этого эхо. Так, ну, в принципе, по звуку, по голосу, передача голоса очень хорошая. То есть, такой проблемы, как в Poco X3, например, тут уже нет. Это замечательно. Теперь, это был разговорный динамик. Теперь я очень хочу проверить, как работает музыка в этом смартфоне. Мы возьмем сейчас флешечку, подключим ее, посмотрим на... Есть ли тут OTG, да? По-моему, сейчас никто уже не делает смартфоны без OTG. Так, принять и продолжить. Разрешаем доступ к нашему файлу-сховущу, так сказать, да? Ну, все-таки смартфон покупали в магазине Allo, поэтому будет у нас файлу-сховуща. Так, открываем обзор Poco X3. Для начала посмотрим мое чудесное видео с моей мордой. Теперь можно на Redmi Note 9 Pro посмотреть обзор до Poco X3. Ну, и теперь про качество сборки. Тут главную роль играет дешевый пластик. Отлично. Так, и все-таки давайте включим музыку. Вибрацию брали частично, но, как по мне, сделали только хуже. Потому что звук теперь плоский и, ну, как минимум, бездушный. Привет, молодежь! С вами Игорь Линк. В общем, решил на старость лет, а мне уже скоро 28 стукнет, перейти с iOS на Android. Я понимаю, что уже никакого доверия к таким вот видео от популярных блогеров нет, потому что сегодня они переходят с iOS на Android, а потом... Сейчас я смотрю видео с YouTube, и мне кажется, что есть немножко, знаете, дисбаланс чувствуется, небольшой совсем дисбаланс. И мне кажется, что эта часть чуть-чуть громче играет. Но ловить, вот, допустим, если это двинуться хотя бы где-то на метр от смартфона, то уже достаточно проблематично. Звук в любом случае лучше, чем в монодинамиках. Это однозначно, когда звук идет только с одной стороны. Это крайне неприятно и дискомфортно. В принципе, да, в принципе, по впечатлениям смартфон очень бомбический. Давайте выкрутим яркость на минимум, посмотрим, будет ли какая-то пульсация на камере. И я никакой пульсации не вижу. И сейчас я хочу кое-что сравнить. Мы сравним флагман трехлетней давности, либо двухлетней давности, как правильно, и смартфон современный этого года, 2021-го, но достаточно бюджетный, да. Выбираем яркость где-то на серединку ставим. И тут, и там ставим яркость на серединку. И смотрим на мерцание экрана. Сравните. Poco X3 и Galaxy Note 9. Как вам? Как вам эта разница? Вы ее видите? Давайте снижать яркость на Poco X3. И о, что мы видим. Класс. Это такое мерцание экрана. Практически на минимуме, что мы получаем. Так, уже ничего не видно на нашем смартфоне на Galaxy. Вот за это я люблю AMOLED-экран, ребята. За это чудесное мерцание. Честно вам скажу, вот мое личное мнение. Если у вас проблемы с восприятием AMOLED-экранов, я бы вам все же крайне рекомендовал посмотреть в сторону Poco X3. Либо подождать новый Poco, который вот на днях должен выйти. Там что-то мощное, какой-то зверь на, по-моему, 800... 800-я серия Snapdragon 860, если не ошибаюсь. Я могу перепутать название модели процессора. Но там будет что-то с чем-то. Что-то быстрое, мощное и крутое. Ну и думаю, если вы будете пользоваться смартфоном на яркости выше средней, это вот даже комфортно при таком будет среднем освещении. Ну это вообще замечательно будет. Но, конечно, в вечернее время вы им особо не попользуетесь на минимальной яркости, потому что у многих, к сожалению, не у многих, а у некоторых устают глаза от AMOLED-экранов. Про это нужно знать. О, ужас! И я... Это смешно. Это на самом деле смешно и грустно. Дело в том, что я все это время пользовался смартфоном в режиме 60 Гц. Ставь лайк. Я просто нуб в этом вопросе. Как это могло произойти, почему я не выбрал более высокое. Знаете, у меня тогда было позитивное впечатление о смартфоне, а сейчас, когда я включил 120 Гц, я вообще считаю его топ за свои деньги. Так, смотрите, как включить датчик температуру и, собственно, частоту. То же самое, что и с Poco X3. То есть мы включаем режим разработчика, мы заходим в, значит, о телефоне, нажимаем несколько раз на версию MIUI, становимся разработчиком, заходим в настройки расширенные, открываем для разработчиков, и тут ищем Power Monitoring. Power Monitoring, потому что я не мог понять, что я как-то вот рывками какими-то иду, думаю, может быть, не оптимизировано, может, еще что-то. Power Monitoring. И включаем здесь, нажимаем Start, на, собственно, вот, Start, и появляется у нас фреймрейт, его можно двигать и смотреть. Пока у нас устанавливается Antutu, давайте зайдем еще раз в, допустим, в режим экрана, в настройки экрана, и посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть светлый режим, темный режим, можно включить темную тему для экономии энергии. Темный режим также можно включать по расписанию. То есть, допустим, включить, чтобы вечером автоматически включалась темная тема и не так сильно резала вам глаза. Это очень, как мне кажется, удобно. Есть еще параметры темного режима, можно адаптировать обои, автонастройка шрифтов, можно в отдельных приложениях тоже включать темный режим. Также есть отдельные настройки яркости. Из интересного есть автонастройка, а также есть дневной режим. То есть, вы можете, в принципе, не любить использовать автонастройку яркости во все время, но когда вы на улице, в дневном режиме идет корректировка яркости. То есть, она будет выше становиться, когда это нужно. Вечером она, допустим, не будет сильно падать, потому что это чисто дневной режим. Ну, очень интересная реализация, очень правильно это сделано. Итак, режим чтения мы о нем уже говорили. Цветовую схему можно выбрать. Есть, значит, авто, есть насыщенные цвета, есть стандартные цвета. Давайте выберем, наверное, стандартные. Также тут можно регулировать, да, можно регулировать уже цвет. Но очень некомфортно в том плане, что тут только карандаши есть для мониторинга. То есть, ну, тяжело, мне кажется, отрегулировать. Так, размеры шрифта. Вверх режим, полноэкранный режим. Можно выбрать для определенных приложений, чтобы не было каких-нибудь черных полосок. Ну и, в принципе, на этом все. Ну и, в принципе, даже не знаю, что еще добавить. Единственное, что вот я вспомнил, я читал ФОПы, да, многие писали, что здесь нет кодека АПТХ. И у меня есть чудесные наушники. Сейчас я их отключу. Пользуюсь им уже год. До сих пор не снял с них защитные пленочки. Так вот, я бережливый парень. Ну, не знаю, просто вот я обзор про них хотел сделать. Думаю, вот буду делать обзор, сниму защитные пленки. Но обзор я про них так и не сделал, поэтому пленка все еще на месте. Так что сейчас мы посмотрим результаты теста и проверим кодеки. И уже все, наверное, на сегодня. И сейчас мы увидим результаты нашего теста. Уже 96%. По-моему, больше ничего не будет такого серьезного. И мы сейчас увидим стрелочку, которая там загнет под 300 тысяч. Ну, скорее всего, где-то 270 будет, я ставлю. Но, может быть, будет и... Да, 275. Я практически угадал. Нужно будет обновить смарт, посмотреть, как он вообще будет работать на новой системе. Обратите внимание, от 35 градусов и до 38 поднялась у нас температура во время теста. И целых 3% заряда батареи мы потратили при нагрузке. Давайте подключим наушники, как я и хотел. Так, доступное устройство. Вот мои наушники. НС-шки. Какой кодек они подхватят, интересно. Если СБЦ, то все грустно с кодеками. А если LDAC, то окей. Принять. Сейчас мы еще... Да, LDAC он подхватил. То есть он видит этот кодек. А какие-то есть еще выборы по кодекам? Так, нет. Значит, мы сейчас скачаем приложение для этих наушников и принудительно их переведем в режим APTX. Оставляю только APTX HD, Low Latency и APTX просто. Окей, да. Значит, соединение оборвало. Сейчас наушники переподключатся к смартфону. Bluetooth. APTX HD, смотрите. Кодек. Стоп, почему LDAC? Опять это поразился. Но видите, сейчас идет подключение по APTX HD. Вот. Но тут почему-то LDAC отображается. Давайте LDAC выключим, и что будет писаться. И переподключим Bluetooth сейчас еще разочек. Посмотрим, что получится в итоге. APTX HD кодек есть, висит, все нормально. Почему-то люди говорили, что, мол, APTX нет в этом телефоне кодека. Не знаю. Но вот наушники, которые точно поддерживают этот кодек. Отображается APTX HD. Так, забегая наперед, я не знаю, как я это сделаю в монтаже. Но дело в том, что сканер мы настроили от печатков, но я его не проверил. Значит, выключаем экран. Прикладываем пальчик. Разблокировался. Очень быстро шлеп. Открылась вообще. То есть, слегка касаемся, и телефон разблокировался. То есть, не стоит переживать, что сильно часто нажимать вы будете на кнопку, и кнопка там исчерпает свой ресурс работы. Ее даже нажимать не нужно. Просто палец вот слегка приложили, и телефон разблокировался. То есть, просто замечательно. И давайте посмотрим, мне интересно, есть ли тут что-то типа Face ID. Чисто ради интереса. Блокировка, пароль и безопасность. А да, разблокировка по лицу здесь тоже доступна. Можно ее попробовать сейчас включить. Сейчас мы ее настроим, проверим, как работает она. Будем ее использовать по двойному тапу. Так, далее. Вот, где-то тут должен быть я. Все, лицо попало в рамки. Такой был лицо один. Называем окей. И давайте проверяем. Выключаем телефон. Двойной тап. Ну, в принципе, быстренько. Да, разблокировка произошла. Выключили. Двойной тап. Оп. Галочка быстро появляется. Выключили. Двойной тап. Оп. Моментально. А если я слегка отвернусь? Очень интересно, на самом деле. А если вот так? Лица нету. Ну, очень большой угол обзора камеры, на самом деле. То есть, я прям лицо отодвигал, и оно в состоянии его разблокировать. И последнее, что мы проверим в этой небольшой распаковке, это, конечно же, игра Genshin Impact. Немножко поиграем, но, опять же, о боже, частота съемки видео всего лишь 30 кадров в секунду. Поэтому будут некоторые проблемы. Давайте запустим игру, посмотрим на настройки, которые нам рекомендуют системы. Буквально пару минуток в нее поиграем, и, в принципе, я буду подводить итоги по ходу дела игры, рассказывать об этом телефоне то, что я думаю. Проблем со звуком при разговорах нет, это плюс. А корпус более, скажем так, премиальный, это тоже плюс, это если сравнивать с Poco X3. А значит, здесь добавили какой-то стандарт защиты от пыли, по-моему, то ли IP53, то ли что-то в этом духе. И, по идее, смартфон защищен от пыли. Немножечко, чуть-чуть, буквально, но, по крайней мере, возможно, это вылечит ту самую проблему с пылью под камерой, которая была в Redmi Note 9S. И, вроде как, некоторые говорили, что была в прошке, может быть. Но в WS-ке точно эта проблема была, там были косяки со сборкой. А мне нравится то, что комплектный чехол, он матовый, и он такой прямо вот, но он не скользит. То есть, телефон не скользит в руках и выглядит достаточно круто. Посмотрите, такой эффект создается матовый, и, ну, очень красиво смотрится, на самом деле. И в руках комфортно. То есть, вот эта часть, она скользкая, что самое смешное, грани, да, бока. А спинка такая, она уже шершавенькая слегка, и это круто. Так, значит, что? По производительности все отлично, камера работает быстро, но подробный обзор с фото и видеотестами будет попозже. Дождусь, когда будет классная солнечная погода, пойду немножко поснимаю в парке и у моря где-нибудь, что-нибудь красивое. Может быть, в центр подъедем, проверим ночную съемку. Тоже обещают, что тут прям вау-модуль. Мне интересно посмотреть, на самом деле ли это такой вау-модуль. Ну, Генщин, конечно, да, очень так подтормаживает, мне не нравится. Даже, по-моему, на Poco было немножко лучше, чем здесь. Так, пауэр-мониторинг немножко мешает. Лагает, 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 но играть можно. Интересно, какие настройки нам по умолчанию выбила система. Давайте посмотрим настройки графики. Сенсорный экран – это не то, что я хотел увидеть. Так, мне нужна графика. Низкая – это текущая нагрузка низкая, и качество графики по умолчанию низкое. Давайте выставим минимальные настройки графики, наверное. То есть текущая нагрузка низкая отображается, но, тем не менее, все очень грустно. И частоту давайте выставим 60, может быть, будет выше скачки. То есть, так, мы выставили низкую. О, а вот уже, уже, это уже другое дело, мне кажется. То есть на низкой графике плавнее. Мы выставили частоту 60, максимально допустимую стало плавнее. Но все равно рывки есть, тормоза есть. То есть вы это и сами, в принципе, видите. Может быть, мне все-таки стоит скачать некоторые обновления системы и потестировать уже в отдельном игровом тесте более подробно. Но пока, честно говоря, я не впечатлен. Если вы все еще думаете над покупкой этого смартфона, не забудьте подписаться на канал, потому что обзор будет через пару недель. Может быть, быстрее получится, если всю инфу о нем соберу, которую хотел. Значит, тут, по идее, должна быть игровая утилита, которая показывает 41 кадр прямо сейчас на простое, да. Но что-то мне вызывает некоторые сомнения. 51 на простое. Но это мы не двигаемся, ничего не происходит. То есть, ну, нету тут 50 кадров в секунду. То есть, ну, если есть, то периодически сильными просадками. Все, что можно сказать об этот гейм-утилите. Одновременно нельзя вывести FPS, вот это мне бесит, и смотреть на производительность. Но нагрузка, как вы видите, на видеочипы, на процессор, на видеочип почти 70%, на процессор чуть меньше половины. Ну, половина плюс-минус. То есть, в принципе, на минималках он с этой игрой должен хорошо работать. Но я уже чувствую прям нагрев вот в этой части по экрану. Прям он, ох ты, он горяченький, смотрите. И тут тепленький. Ну, давайте я возьму термометр, посмотрим, что там. Так, монстрики какие-то появились. Давайте мы с ними пробуем разобраться. Утилиту мы отключим, потому что и так понятно, что 60 Гц, 120 он не вытягивает в играх. Так, и давайте теперь возьмем термометр. Ого, 42 градуса на максимуме, на точке, нифига себе, это экран. Причем, слушайте, неплохой нагрев такой, на самом деле, цените. Максимальная точка 42 градуса была. 41,5, 42,8, почти 43. Но нагрев серьезный у телефона. Поэтому, если вы рассматриваете смарт для игр, я бы вам, может быть, советовал, ну, для таких тяжелых игр, подождать, посмотреть, что там с оптимизацией будет. И, ну, потому что я только игру запустил, а уже смарт здесь такой горяченький. Это немножко меня смущает. Ну, а в остальном, как для обычного использования повседневного, достаточно годный аппарат. Плавный, яркий, быстрый. Быстро заряжается. Немножко вот лак такой был, но повторить получится, нет? Нет, вроде бы отошел. В общем, что я вам хочу сказать. Телефон более-менее нормальный, положительные пока первые впечатления. Я пойду обновлять все программы, устанавливать все игры, обновлять все приложения и прошивки. И уже будем переходить постепенно к обзору этого устройства. Ну, и, в принципе, на этом все. Вы смотрели канал Regular Unboxing. Желаю вам всем удачных покупок и хорошего настроения. До скорого!